Евангелие от Луки, 5 глава, 27 стиха, 32 стих. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Слова очень простые. Вы можете испытать на практике, встречать с православными, которые выходят сказать, вы такие слышали, да. И каждый относит себя не к праведникам, а к грешникам. А скажи, а как призвать? Вот сейчас мы и считали об этом. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кого? На апостола все закончилось. Я в последнее время все занимаюсь мусульманством и прихожу с внутреннего убеждения, оно необходимо, чтобы постоянно напоминать, что значит небрежение к словам Господним. Уже начинает говорить в верхах отсутствие проповеди. Вот это породило. Не засеяно было, и поле все заросло терновником. Ни одного слова там Божьего-то нету из Евангелия. А так, по наслышке что? Ведь это ни два, ни три человека. И сегодня с теми людьми знакомятся и говорят, такие люди, которые стали мусульманами, душой-то хорошие, восприимчивые, доверчивые, как ребятишки. Шесть столетий прошло, и ни одно проповедника к ним не пришло. Это даже не ужас, это уже сегодня суд Божий начинается. И вот этот миллиард теперь ворочается. В любой день они внутри живут государства. Речь идет о десяти миллионах, которые здесь живут. В одном Татарстане с 80-го года построено больше тысячи мечетей. Маленько догадываетесь, что это такое? И это все для того, чтобы все время показывать. Еще не могут никак понять. Но уже говорят, нам пора выходить из младенческого возраста. Не возрастило церковь ничего. Четыре патриархата было. Ведь это не епархия, а патриархата. И ни одного благовестника. Так они, может, не знали про них? Нет, это были данники, они платили налоги, завоеванные были. И ничего о вере Христовой не знали. Даже вообразить нельзя. Это хуже самого плохого. Идеологически пустота была там. Где бы ни появились какие-то люди, они начинают говорить, идут сектанты, рассказывают. Как-то сушу и море обходят. Может быть, делают сыном гиены даже такое. Но все-таки работают они. Здесь никак. Первое. Ездра. 10.11. Что значит Бог призвал к покаянию? Один вопрос разберем. В чем оно покаяние? Узнать, покаялся ли я? Какие-то внешние проявления от этого есть или нет? Или сказал, прости меня? И все. И он говорит, итак, покайтесь в этом деле пред Господом. И исполните волю его. И отлучите сами себя от народов земли и от жен иноплеменных. А вот тут-то как раз все и увязло. От этих народностей. Какие изданы у них правила. Чему научаются дети. Надо так, чтобы ребенок ходил в школу, урок сдавал, а ничего к себе не воспринимал. Он понимал, что это неправда. Дети-то не могут отвечать. И он на полном серьезе принимает учения Дарвинам, что человек от обезьяны. Отделитесь от этих народов, если покаялись. Никакая безбожная идея, чтобы к нам не пристала. Сегодня много разных идей. Опять вернуть большевизм к власти. Все это будет. Самая главная идея еще до сюда не дошла. Когда придет еврей, всех под себя начнет подгибать. И триспанное годы будет царствовать. И вот тогда мало кто останется верным. Почему у святых отцов написано, думаем, что если бы и мы были тогда, вряд ли устояли. Если они так говорят о себе, что же с нами будет, что с этими детьми будет. И так отвратитесь от этого мира, чтобы дети боялись этого мира. Не хотели там быть. Никакие вечеринки, не встречи. Чтобы близко даже не подходили. И в этом надо покаяться. Иезекииль 18.30 Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Когда человек от зла не отстает, а говорит, я покаялся, спотыкается об этом. Грех должен быть выявлен и уничтожен. Но если в этом масштабе возьмем самый большой грех какой? Спрятали Библию от народа. Народ находился во тьме. Россия во мгле. Это говорили перед революцией. А мы скажем, что это и сегодня. Люди смотрят в прошлое разваленной православии и говорят, что это будущее России. Уже это видят. Нас никак беда это не именует. Почему проповеди-то нету? И по сегодняшний день нет. Так же поломнищества, кресты, мощи. Где угодно будет враг водить, только не допустить до Библии. Почему Серафим Саровский ни одного кружка по изучению Библии не образовал? Ни одного. А вот к нему придут люди, поцелуют, корочку, сухарики вынят, матышка по спине стукнет, кастрюльку на голову сегодня томатовать, чебунок надевать. Все кончилось, вся вера. Юронивая Русь. Иоанн Кронштадтский ездил по стране, его встречали как Бога. Ни одного кружка не образовал. Нигде. Сектанты на Украине сейчас действуют. Бабушка только обратилась, ей говорят, бабуля, ты 12 человек должна приобрести, каждый по 12. Стремительно расплаждается. Такой на один сектант стоит тысячи православных и тысячи мусульман. Они, прихожане-то, нигде ничего не знают. Никто. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы это незнание не было преткновением. Евангелие от Матфея 3.2. Покайтесь. И причина та, что приблизилось Царство Небесное, оно приблизилось, рядом было и пройдет мимо, если не покаемся. Сегодня еще проповедь звучит. Сегодня еще Евангелие лежит. Завтра его не будет. От моря до моря, написано, будут искать и не найдут. Это очень интересно. А куда же все денется это? Внезапно все изменится. Человек так забывает все быстро. Ну давно ли по талончикам все получали-то? И думалось тогда, вот если бы была возможность, я бы накопил этой муки, всего бы накупил. Ну дадут кулесикам все. Иди покупай. Хоть машину веди, хоть вагон покупай сегодня. Соль и сколько хочешь бери. Библии сколько хочешь. Пойди к сектантам. Закажи сегодня. Мне сто тысяч. Сто тысяч получишь. Неограниченное количество. Никому не надо. Ну то есть так, единицы. Марк 1.15. Покайтесь. И после этого веруйте в Евангелие. Вот эти слова-то ведь они были, звучали. И даже на славянском точно так же. Покайтесь. То же самое слово. И веруйте. Тоже по-славянски. Ну как это можно было считать тысячу лет веруйте в Евангелие? И Евангелие не дать. Покайтесь. Так батюшке прийти на исповедь, перечислить грехи. Ты до середины добей. Покайтесь в том, что ты Евангелие не считал в первую очередь. Покайтесь, что ты слепец был. Знали поговорку, учение, свет. Какое учение? Из Евангелия. Вот он, свет. А если ты будешь изучать безбожного какого-то важня, да какой же там свет? Ты еще глубже погрузишься. Покайтесь. И сразу в результате. Я покаялся или нет? А определить это можно потому, веруешь ли в Евангелие. Очень просто проверить-то себя. Потому что пока не покаялся, Евангелие не нужно. А если считать, я ничего не понимаю. Какая книжка непонятная. А покаялся, вот все как завеса какая открылась. И сразу все стало понятно. Притом сразу. Деяние 3.2.38 Люди спрашивают, что нам делать? Уже дело сотворили. Сына Божия пригвоздили. Мы уже насмехались над ним. Мы его не узнали. Он говорит, знаю, по неведению сделали. Покайтесь. Покайтесь. Погрузитесь. В эту пучину. Загляните, что вы наделали. И когда покаетесь, после этого вылазьте. Идите на крещение. Уверуйте во Христа. И тогда Бог даст вам дар Духа Святого. Все. Из Преисподней на землю, из земли на небо. Три этапа. Деяние 3.19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Покаяние изглаждают. Ты назови грех, и Господь говорит, я просил его. Как просто все. Сатана все перевернул. Бог делает так, чтобы совесть судила, не делать греха, не делать. Стыдно-то как? Да если люди-то увидят. А уж сделал, только покаясь. А сатана, наоборот, грех делает с бесстыдным, а покается стыдно. Перевернул, говорит, кверх ногами все. Деяние 8.22. Итак, покайся в этом грехе твоем. И молись Богу. Может быть, отпустите тебе грехи, помышления сердца твоего. Это было сказано колдуну, сказали бы экстрасенсу, Симон Волх. Вот сегодня бы всех, которые главные были, страну во тьму погружали. И как им обратиться? С кем вы встретитесь? Покайся. И вот неопределенно, Бог просит или нет. Вот здесь везде определено, а для колдуна неопределено. Вот я нашел это место. Говорит, может быть. Почему? А он не мог искренне раскаяться, так и остался. Они начинают говорить, ну у меня же икона стоит, я же свечку зажигаю, да я людям добро делаю, да я белой магией занимаю, ты не черный? Ну не может быть демон белым, он всегда черный. Откровение 2.5. Итак. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильный поль. Откуда ты не спал, означает, какую высоту ты имел, что ты знал, а потом отступил и пал. Твори прежние дела, какие ты делал, когда на высоте был, откуда ты вывалился. А иначе я приду и сдвину светильник твой, то есть отниму от тебя слово Божие. У тебя помрачение ума будет, ты даже не будешь понимать, что делаешь. В сердце будет жестокость. Жестокое сердце, как камень, влагу не пропускает. Вот сделали даже дома какое-то малое замечание, ну не спеши в ответ какие-то слова, говорит. Ну найдите какие-то варианты, вот я могу сказать так, а могу так, а так. Нет, сразу, сразу в зло в обиду, в зло в обиду. Ты первым делом подумай, правда или не правда, и за любое дело поцелуй златоуст, говорит. За намерение. Откровение 2.16. Покайтесь, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину, и сражусь с ним мечом уст моих. Значит, кто не кается, Бог отнимает свет, отбирает светильник. В руках ничего нет. И далее, сразится Господь с таким человеком. Уст. А это Слово Божие. То есть Слово Божие будет обречать на каждом шагу. Откровение 3.3. Вспомни, что ты принял и слышал. Итак, покайся и возвратись. Если не будешь бодрствовать, найду на тебя, как тать, когда не ожидаешь. Покаяние дает бодрость, а нераскаянность дает затмение ума, не скоро придет Господь. Так рассуждает человек. Откровение 3.19. Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Покаяние требует ревности. Значит, надо молиться, трепетать. В этом состоянии огненного дыхания Божия Духа, прийти к раскаянию, что если я сегодня не покаюсь, а это день или ночь, может быть, последняя. Едешь, автобусы стукнулись. То внезапно подскользнулся. То еще какая-то беда. Матфея 3.8. Люди, сотворите же достойные плоды покаяния. Люди спрашивали, какие? Две рубашки делись, не требуя лишнего. Вот сотворите плоды, достойные покаянием. Люди, многие торгуют сегодня, но никто из них не знает, что между куплей и продажей вторгается грех. Как между скреплениями камней вбивается гвоздь. Никогда ты сделал, вырастил, скотину продал, но куплю, перекупил, а потом, ну, раньше называлось спекуляцией. Грех мгновенно вторгается. Итак, если это было, покайся. Матфея 11.20. И он начал укорять города, в которых наиболее явленная была сила его за то, что они не покаялись. Ну, это Тир, Сидон, а я отношу Москва, Петербург. Во всем мире не было государства, которому так щедро Бог дорвал бы такие пространства. Мы читаем о мировых войнах. Бьются, бьются, вернутся на место, ничего нет. А здесь практически-то Хабаров шел, ну, Ермак еще воевал, а Хабаров бьет еще воевал-то. До Дальнего Востока, мало того, Камчатка оказалась здесь, острова. Да, да еще на Аляску-то попали. И там образовывали поселение, и там молились Богу, да еще и святой один вырос там. Итак, много явлено было, и ничего не поняли, и за эти дары не прославили Бога, и Бог все отнял. Матфея 21.20. Итак, во бредище и пепли они бы покаялись. Показано, как надо каяться, не в галстуке. Матфея 12.14. Если бы они услышали, то покаялись бы, как покаялись от проповеди Иониной. Покаяние выходит от проповеди. Вот прямое указание. А если проповеди не было, как народ мог каяться? Ну как? Ну, говеять надо, пришло время поста, надо сходить. А это не покаяние. Покаяние это гнев, направленный вовнутрь самого себя. Я ненавижу, как я мог это сделать? Я презираю сам себя, это полное раскаяние и отвержение. Я сам себя ненавижу. Мне не надо меня обречать, я просто отрекаюсь сам от себя. Деяние 5.31. Его возвысил Бог десницу и сводею, в начальника и совершителя Христа, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Кто бы ни спросил, что у вас самое важное, вы отвечаете, Христос. Что самое значительное? Христос. Что самое интересное в вашей вере? Христос. На все отвечаете. Он дал нам в начальника и совершителя веры, чтобы дать Израилю покаяние. Ну, Израиль отверг, приняли и мы. А за покаянием прощение грехов. Деяние 17.30. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Как покаяться, если они не знают и не слышали? Эта ответственность падает на нас. Вы научитесь подводить итог недели. Ну, в день не всегда удается. За неделю кому-то сказал, что люди покаялись и верили в Евангелие. И вы увидите черта, прочерк, пустая ячейка. Я стал просто разговаривать. Я говорю, скребетишка, мы что читали сегодня? Сегодня? Не читали. Так. А вчера? За неделю не читали. Родители верующие ходят в храм. Члены общины. Оказалось, и за месяц ничего не читали. Так другого-то и ждать не надо. Вот оно хулиганство, неверие. Деяние 26-20. Он проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. Дела достойные покаяния надо знать. Спрашивает. А у вас есть список грехов? Какие грехи? Есть такая книжечка. Тебе ее не полезно считать. Ты все время проси. Это внутренний голос должен быть. Вот это грех. Этого делать нельзя. Жена научится в безмолвии. Вы разве не слышали? Горе не замужним-то. Потому что вам не перед кем слушать. Так вы здесь, хотя перед братьями-то, ведите себя достойно. Нигде не оговариваетесь. Сказали какое слово? Приняла к сведению. Жена научится в безмолвии. Учить жене не позволяю. Вот это покаяние. Покайтесь в этом. Ваши мужья продлят свою жизнь. И она и так на 8 лет меньше живет. Да еще языками добиваете. Римлянам 2.4 Благодать Божия и благость Божия ведет тебя к покаянию. Некоторые почитают медление. Бог долго не идет. Он говорит, не почитайте медлением. Бог долго терпит. Не желает, чтобы кто погиб. Но чтобы все пришли к покаянию. 2 Коринфянам 7.10 Печаль мирская производит смерть. А духовная печаль неизменное покаяние ко спасению. Что столько лет я верующий. И изменения-то такие маленькие. Вот я как пришел к Господу. Что я успел сделать? Да куда ни посмотрю. Пустые оголенные, как деревья бесплодные осенью. Как апостол Луда говорит. И ничего-то нет. Все для себя. Вот тут мы понимаем. А для души, для ближнего, бескорыстно. 2 Коринфянам 2.21 Чтобы мне не оплакивать тех, которые согрешили и не покаялись. Это пастырем. Они должны знать всех и должны об этом плакать. Это Павел о себе говорит. Я не пристану в слезах. Случилась где беда, горе, кто-то отступил. Вы всегда помните. Вот у нас были люди, отступники. Вы все время молитесь о них. А они счастья никакого не получат нигде, если не будут углубляться в Слово Божие. Пусть они там спасаются. Пусть они там будут светильниками. 2 Тимофея 2.25 С кротостью наставляйте противников. Не даст ли им Бог покаяния? Все время надо спрашивать. Ты говорил человеку, а он покаялся или нет? Вы видели, как человек кается? Вот внезапно. Вот он подошел ко мне и начинает возражать. А самого бутылка, гляжу, купил. После полочки стоит. Курит. Я стал говорить. Он маленько постоял, пачку растоптал ногами, разблокнулся. Этой бутылкой по дереву ударил. Все, больше в рот не возьму. Сразу. Я после спрашивал, изменение было, он сразу изменил свою жизнь. Это редкий случай. Мгновенно обращается человек. Это у Бога надо просить, чтобы ты своими глазами хоть раз увидел внезапное рождение, перерождение. Евреям 6.6 Когда люди отпадают, то для них нет больше жертвы за грех, чтобы отпадших снова обновлять покаянием. Иные думают, я погуляю, потом приду, я же знаю, где церковь. Нет, так не получится. Многие хотели бы вернуться, но ушли навсегда. Бог не дал покаяния. Они внезапно погибли. Хотели прийти. Откладывали до лета, до осени. И откровение 2.21 Я дал тебе время покаяться, а ты не покаялся, говорил Господь. Мы должны каждый день считать последним, чтобы не согрешить. Итак, если Христос пришел призвать грешников, а не праведников, это Я, а призвать на покаяние, а о покаянии надо просить Бога, открой мои глаза. Чтобы я возненавидел, что ты ненавидишь, Господи. И чтобы ты насадил во мне на освобожденном поле новые твои божественные семена. И чтобы я жизнь свою плотскую ни во что не ставил, а положил ее к ногам твоим. Аминь.